День народного единства. С этим праздником дагестанцев поздравил глава республики Сергей Меликов и муфти региона шейх Ахмад Афанди. В Махачкале косметолога ввела клиентке незарегистрированный препарат, после чего у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Теперь ей предстоит лечение. Это уже не первый подобный случай. С золотом из Албании в родной Дагестан Аблу Рашид Садулаев вернулся домой с шестой победой на чемпионатах мира. Его, а также призеров соревнований в Тиране встретили в Махачкалинском аэропорту. Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил жителей республики с Днем народного единства. В поздравительной речи он напомнил об исторической дате, приуроченной к празднику. В 1612-м народ России положил конец смутному времени и внутренним распри, освободив страну от интервентов и захватчиков. Также Сергей Меликов выразил благодарность всем, кто трудится на благо родной земли, оказывает поддержку участникам СВО и их семьям, а также работает над сохранением культурного многообразия и укрепления мира в обществе. Сегодня мы вновь столкнулись с необходимостью отстаивать свое отечество, его суверенитет, веру в свою страну и ее достойное будущее. То, чем мы всегда были сильны. Наши воины плечом к плечу отстаивают интересы Родины, защищают мирных жителей. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Вместе мы можем больше. Наша сила в единстве. С Днем народного единства. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди также поздравил всех россиян с Днем народного единства. Духовный лидер подчеркнул важность сплоченности всех народов России. Он отметил, что разнообразие культуры и языков в стране является ее богатством и силой, а не поводом для раздора. Муфтий призвал всех граждан страны к взаимоуважению и задуматься о том, что каждый сможет сделать для укрепления мира и согласия в обществе. Он также подчеркнул важность доброты, понимания и милосердия в отношении между людьми. История показывает, что только вместе мы сильнее. Сегодня, как и тогда, недоброжелатели пытаются посеять раздор, распространяя сомнения и непонимания в наших рядах. Мы знаем, что искра конфликта способна разгореться в пламя, угрожающее нашему дому. Но мы твердо верим только в единстве наша сила, а в уважение друг к другу – наше будущее. Молимся Вышнего даровать нам мудрость и терпение, укрепить мир и согласие между народами, наполнить наши души любовью и милосердием. Данис пошлет Господь нашей стране процветание и светлое будущее. Более 30 рекламных конструкций демонтировано за ночь городскими службами Махачкалы. Сотрудники Управления торговли, предпринимательства и рекламы ранее предлагали собственникам самостоятельно убрать свои конструкции. Но многие проигнорировали эти рекомендации. Сотрудниками Управления торговли, предпринимательства и рекламы производится демонтаж незаконных рекламных конструкций. Данная работа проводится по улице Гайдара Гаджиева. Работа в данном направлении будет продолжена. В результате пришлось использовать спецтехнику для демонтажа. Отметим, что также было очищено более 100 фонарных столбов от самовольно наклеенных объявлений. В результате проделанной работы объекты были возвращены к своему первоначальному виду. Хотела убрать морщины, но заразилась опасным заболеванием. В Махачкале женщина сделала коррекцию на лице, обратившись к косметологу. В ходе процедуры ей ввели незарегистрированный препарат. Несколько дней спустя у пациентки начались серьезные проблемы со здоровьем, головокружение, ухудшение зрения, слабость, затрудненное дыхание. Женщину госпитализировали. Ей установили диагноз «батулизм». Это тяжелое нервно-мышечное отравление. Деятельность двух косметологических кабинетов, которые работали с нарушениями, приостановлена. По данному факту, следственным органам и следственным комитетом Российской Федерации в правительстве Дагестан проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего. Для установления тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, что это уже не первый подобный случай, который привел к тяжелым последствиям. В прошлом году в Махачкале по ошибке косметолога умерла девушка. Во время процедуры она ввела клиентке препарат, после которого ей стало плохо. Спустя 10 минут она скончалась на месте. Дагестан и Иран налаживают сотрудничество в различных сферах. Глава региона Сергей Миликов провел встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали. Основной темой обсуждения стали перспективы развития транспортного взаимодействия, в том числе через Каспийское море. Внимание было уделено расширению торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между двумя республиками. В ходе беседы было отмечено, что в условиях санкции ключевое значение приобретают международный транспортный коридор «Север-Юг». В настоящее время подготовлен актуализированный проект, ранее в 2010 году подписанного соглашения, который направлен на рассмотрение в администрацию провинции Гелян. Мы можем с уверенностью сказать, что Иран является нашим партнером в сфере гуманитарного торгово-экономического сотрудничества, одним из ведущих партнеров зарубежных государств. Хочется отметить, что в условиях масштабных санкций товарооборот между Дагестаном и Ираном в 2023 году вырос более чем в два раза. В новых геополитических обстоятельствах, в условиях продолжающихся санкций, коридор «Север-Юг», участниками которого мы являемся, приобретает особое значение и может укрепиться в роли основного маршрута транспортировки товара. «Мы знаем, что вы проявляете интерес и наблюдаете за динамикой развития Махачкалинского международного морского порта и динамикой строительства пунктов пропуска на границе с Азербайджаном. И благодаря этому уже сегодня порт осуществляет тесное сотрудничество с портами Ирана». Посол Джалали подчеркнул важность Махачкалинского порта для Ирана и выразил заинтересованность в проекте по его соединению к Федеральной железной дороге. «В наших двусторонних отношениях Каспийское море имеет важное значение. Мы продолжим развивать взаимодействие именно через море. Единственный стратегический порт для нас находится в Махачкале. Мы со своей стороны также развиваем свои порты. Также перевозки через границу стали намного проще. Я рад тому, что вы ведете работу и над другими пропускными пунктами. Хочу еще поблагодарить вас за то, что вы с честью и радушием приняли здесь жителей Палестины. Гуманитарный взгляд вашей страны на проблему, конечно, заслуживает благодарности. Дагестан – прекрасная республика, имеющая с Ираном много общего». Также в ходе встречи были обсуждены вопросы развития авиасообщения, организации паромных перевозок, создания совместных предприятий и туризм. Встреча прошла в позитивном ключе. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества. Тысячи верующих посетили мачлиц в селе Гергебель Гергебельского района. В центральной джимомочи теперь людьми выступили ученые-богословы. Религиозные деятели рассказали о важности единства. Налаживание семейных взаимоотношений. Исследование за истинными алимами. В первую очередь хочу поприветствовать вас и передать вам слова приветствия от имени муфтия Республики Дагестан, шейха Ахмада Хаджи Аббуллаева. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Уважаемые братья и сестры, Аль-Хамду лилля, Безограничная холостя Вячесим Аллахам. За то, что у нас есть иманы, за то, что у нас есть алими, за то, что у нас есть муфтия, за то, что у нас есть такой муфти, как наш Ахмад Хаджи Аббулли. Подобные мероприятия всегда проходят с одинаковыми благими целями. Распространение религиозных знаний и укрепление братства среди верующих. Каждый участник мажлиса смог извлечь для себя духовную пользу. Такие мероприятия, такие мажлисы очень необходимы для сплочения нашего района и в целом и республики. Для того, чтобы все мусульмане нашей республики помогали друг другу. Также хочу отдельное спасибо сказать нашему муфтиату в республике Дагестан, которые проводят такие мажлисы не только в республике Дагестан, но и во всех регионах нашей необъятной большой России. Хотелось бы, чтобы почаще такие мероприятия у нас проводились. Это, в первую очередь, нас всех объединяет, всех мусульман, всех граждан нашей республики. И здесь мы можем слушать наших алимов. И самое главное, такие мажлисы, они нужны для нашего подрастающего поколения, для нашей молодёжи, чтобы у них было духовно-нравственное воспитание, чтобы у них были правильные религиозные знания. Посетить мажлис и выиграть поездку на святые земли – такой шанс был у всех участников жеребьёвки, в ходе которой были определены счастливые обладатели путёвок на Малый Хадж. Мероприятие проходило в праздничной атмосфере. Главные организаторы – муфтиат Дагестана. Прекрасные мероприятия, где мусульмане собираются, видятся друг к другу, приветствуют и слышат главные, очень ценные наставления от больших алимов. Я бы пожелал всем мира, особенно мира в нашем регионе, а также мира всем мусульманам, Палестины и всего мира. Радость на лицах и теплота в душе – на шее заслуженные награды. В родной Дагестан из Албании вернулись победители-призёры чемпионата мира по вольной борьбе. Единственное золото соревнований нашей команде принёс Абдул-Рашид Садулаев. Для капитана сборной эта победа стала шестой на борцовских мундиалях. Этот год общим был для меня таким нелёгким. И сперва недопуск на чемпионат Европы, потом лицензионным турнирам, потом к Олимпийским играм. И за месяц до чемпионата мне сказали, что все спортивные санкции с меня сняты, и чтобы я готовился на чемпионат мира. Там были такие встречи, которые фанаты вольной борьбы ждали практически где-то 5-6 лет, около 5-6 лет. Такую поддержку я давно не видел. С разных концов всей нашей страны мне подписали, звонили и поддерживали, что на самом деле это стоило того. Поддержать вольников в аэропорт приехали несколько сотен человек. Это самые преданные болельщики борцов, близкие родственники, тренеры, одноклубники, земляки из Чародинского, Цумадинского и Ахвахского районов, а также представители Минспорта. Абдурашид в шестой раз стал чемпионом мира. Это второй человек, который завоевал титул в трех весах. В трех весах он чемпион мира. Несмотря на какие-то сложности, травмы и санкции, он доказал, что сегодня является одним из лучших действующих спортсменов и одним из лучших спортсменов за всю историю борьбы. Абдурашид, тебе спасибо большое. Еще раз давайте поблагодарим его и поздравим с таким великим достижением. Также поздравляю призеров чемпионата мира Магомаева, Кудеева. Магомаев был у нас в прошлом году победителем первенства мира среди юниоров. В этом году он очень серьезный результат показал, завоевал серебряную медаль. Кудеев, наш воспитанник, завоевал бронзовую медаль. Успехов вам, ребята. Мы, дагестанцы, всегда будем гордиться вашими выдающимися результатами. Выступление дебютанта взрослой сборной, вице-чемпиона Магомеда Магомаева и обладателя бронзовой награды в составе команды Таджикистана Абдулмажида Кудеева на родине считают успешным. Однако сами борцы ждали от себя большего. По мужикам это совсем другая борьба, другая психология. Ты подходишь к этому совсем другому. Вот как раз и НЛБ Коншириеву мы в прошлом году выиграли золотые медали. А я как раз ему говорю, а помнишь, и НЛБ говорю, мы уезжали отсюда в прошлом году с золотыми медалями, а не серебряные, бронзовые. Для многих борцы результаты очень хорошие, все мечтают. Но я смотрю, сколько тренируюсь, экстремист к этому. Да, хотел бы золото получить. Мы все надеялись выйти в финал, выиграть чемпионат мира. Но, ничего, аль-хамду-ля, этим тоже довольны. Постараемся дальше улучшить свой результат. Даже не знаю, чего не хватило. Чуть из-за одной ошибки отдал 8 баллов. И потом уже физически мощи не хватило. Я второй раз в этом весе борюсь. Из-за этого можно. После официальной части борцов еще долго не отпускали болельщики. Шансом пообщаться с именитыми вольниками и сделать памятное фото воспользовались все. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал НТ, Махачкала. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал НТ, Махачкала. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов.